Россия переходит на цифру. К 2018 году правительство страны предлагает избавиться от информационного неравенства между жителями крупных городов и малых населенных пунктов. К началу строительства цифровой сети почти половина россиян могла принимать не более четырех телеканалов. С помощью цифрового эфирного телевидения их количество увеличилось до 20. Какие еще преимущества цифры смогут оценить телезрители? Смотрите в нашем следующем сюжете. Радиотелевизионный передающий центр Чувашии обеспечивает аналоговое вещание 12 программ телевидения и 14 программ радио. Аналоговое телевидение – это система, которая передает изображение и звук посредством электрического сигнала. Выглядит это примерно так. Это одна строка. Это испытательная строка, по ней мы настраиваем передатчики. А вот это само изображение – это один кадр. Полукадр считается. Один полукадр. Вот здесь вот уровень черного, здесь уровень белого. Как шутят работники, в этой комнате царит 20 век. Оборудование старое, но обновлять его не собираются. Через несколько лет аналоговое вещание будет полностью вытеснено цифровым. По этой технологии изображение и звук передаются при помощи цифрового кодирования. Сжадие данных дает возможность для передачи большого количества ТВ-каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией. Если при аналоговом телевидении возможны какие-то помехи, снег идет, муар, двоение изображения, в цифровом телевидении этого нет. Там картинка либо есть, либо ее нет, либо бывает стоп-кадр, зависание какие-то. Ну, зависание чаще всего происходит при погодных условиях неблагоприятных и при каких-то, может быть, технических неисправностях. Вот это первое отличие, то, что человек может заметить. Второе отличие в том, что если раньше, нажимая на кнопку пульта, мы могли смотреть только один канал, то теперь их несколько. Это называется мультиплекс. Пока их два, в каждом по 10 каналов. И все они бесплатны для зрителей. Цифровой сигнал уже доступен 76% населения Чувашии. Но чтобы смотреть любимые передачи в цифровом качестве, необходимо, чтобы принимающая техника была соответствующая. Сейчас есть уже в продаже телевизор, который подразумевает, принимает полностью и кабельный диапазон, и спутниковый диапазон, и цифровой диапазон в формате DVB-T2, вот то, что мы вещаем. Если у кого-то старые телевизоры не поддерживают эфирное и цифровое телевидение, необходимо приобретать приставку. Приставки сейчас, в принципе, не очень дорогие. Ну, антенна дециметровая, обычная, желательно с усилителем. На первых этажах зданиях, при, скажем, такой сложной городской застройке, бывает, что плохое качество приема. Лучше использовать антенну с усилителем. Территория нашей республики очень холмистая, поэтому для стабильной передачи сигнала будет построено 42 телевизионных передатчика. И телевидение будет доступно даже в самых отдаленных уголках. Сейчас в режиме настройки и тестирования работают 11. В настоящий момент, пока сеть цифрового телевидения в республике в эксплуатацию не введена, все передатчики, которые сейчас вещают и работают только для настройки сети, для ее тестирования, для проведения измерений. При таком вещании мы не можем гарантировать качественный прием постоянный, потому что проводится регламентная работа, что-то настраивается, сеть тестируется, измерения проводятся, выключаются, включаются. Бывают перерывы вещания, ухудшение качества приема. Просьба убедительная к зрителям отнестись с пониманием, учесть это при просмотре телевизионных программ. И о вводе в эксплуатацию сети мы сообщим дополнительно через СМИ. Чтобы наслаждаться качественным вещанием, придется немного потерпеть. Наверняка через лет пять мы и вовсе забудем, что картинка может страбить, уровень звука скакать. А чтобы антенна заработала, нужно как следует ударить по корпусу телевизора. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.